всех приветствую все малышок спит в коляске родители уехали делать свидетельство о рождении пока с ним сижу пока нормально на солнышко таким положим в коляске взяла девчата я тут лапшу там покажу потом это масло масло много масла кокшитал хорошая наша кокшитовское масло кокшитал называется что там 72 и 2 процента до 72 и 5 тысячу 10 то есть кокшитал 82 и 5 процентов ну нормальная семена хорошая ну вообще-то кокшитовская продукция хорошая не знаю сейчас масло есть дома и домашнее есть только если на пробу взять посмотреть что за так кокшитал 1205 вот это вот масло стоит у меня снова вкусно всегда вкусно сколько сейчас стоит его подешевела немножко со скидкой буду дорога не конечно вот этого вкусная президент наша дорогое правда можно съесть и стать сразу президентом если что имейте вот здесь куча все очень много мороженого разное здесь цветов сортов какие хотите старшками есть вот там может фисташки были нет конечно не знаю мороженого завод шоколадная две восемьдесят пять что за мороженое хочу посмотреть вот это штуки вот такое не хотим шоколадное сырки разные сырки любим творожные ну чудо вот хороший сырки чудо сейчас со скидкой шоколадные мама не любит шоколадные не надо брать возьму только белые кокос возьму и еще сливочный какой-то петель и не знаю что за сырки очень много сырков раньше сырковая масса вот эта вот была хорошая сейчас что-то она стала невкусная так что тут у нас чебу пицца курочка по итальянски кругица какие-то что за петерон горячая штучка скидки есть еще хот-стеры хот-стеры какие-то мини-сосиски в томатном соусе что за аппетитные ну как-то брала не очень понравилось что курочка по итальянски что там не знаю как она выглядит ну так мало там ее нет наших не удивишь такой курочкой по итальянски так здесь что тесто 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 разное слоеное вот мы хотим здесь что у нас пельмени фабрикаты я не беру такие имеются ввиду пельменные не надо идем дальше домашняя со скидкой 569 нормальная цена что-то рыбное все продукция закрыта здесь полуфабрикаты не хотим здесь полуфабрикаты не хотим креветки с мокрой очищенные уже тысячи это 185 сейчас со скидкой стоили 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 3 695 вот это теперь мы все застаем ну немного не хотим лучше васями возьму там лучше продукция свежее здесь филе форель 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 она стоит 885 легче поехать на море и помолить дешевле нам обойдется стейк цена стейка 4 900 а 190 это семга ну от семга купим уже такую хорошая есть семга васями тоже продают отличная семга полтушки 17000 стейк 3 882 тоже семга наверное да дорогая тут продукция не надо не хотим это тунец тунец надо очень быстро сразу его можно есть но нет такая штука морозки смородина очень тяжелось ну вроде бы еда не так много а то бывает знаете один големый люк черная смородина и сицилийский 35 ну где половина возьму пусть будет смородина здесь а здесь что у нас мератор клубника крупная но у меня там лежит клубника не нужна тайские мангустины тайские мангустины наверное стоит дорого мини ананас тайский мангустин подешевел а ананас 545 это дорого обойдемся без мини ананаса думаю если мы его не поедим ничего не будет фасуле 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 овощи по-турецки посмотрим что есть в этом фасуле настоящее фирмон современной кулинарии состав капуста цвета и соцветия капуста брукель соцветия брукель брукель завтра ротоктейл овощи по-хранцовски бангель сейчас какая-то халва мне кажется невкусная раньше была халва очень хорошая сейчас какая-то не очень вообще Поэтому брать голову я не буду. Так, что купать? Целая коробка у нас. К лесному ряду надо пройти. Сейчас к лесному ряду. Что здесь? Есть тыква. Тыква хорошая. Что-то придет улететь манты с тыквой. Очень хорошая тыква. Капочки. Я беру всегда вот это пилье. 499. И вот этот пуляш беру. Очень хороший пуляш. И сразу нарезанный перейд. И все. Я беру вот это пасимое. Очень хорошая. У нас фаза. Это шужерок. Колбаса. Здесь тело. Тоже цепь бешбарма. Вот это очень хорошее. Очень мясо хорошее. Хвосты есть. Хвосты, кстати, говяжьи. Очень вкусные. Борщ особенно. Я, наверное, возьму печень. Немножко печень. Вот так сделаю. Сердце можно печень. Немножко можно сделать фурда. Салаты. Ну, тупо, небольшой выбор. Вот этот первый салат. Хороший. Вкусный. Но сейчас не буду. Здесь быстро разбираем пирожки, пирожки. Салат. У меня здесь отварная картошка. Овощи отварные есть. Так, салат. Ой, выбор чая огромный. Охмар чай. Вот такой красивый. На праздник подарить. Очень красиво. Здесь разные, какие хотите клубничные. И что только нету. Я беру этот пиалат всегда. Только его пьем дома. О, кстати, мне тоже нужен выреба чай. Очень большие были пачки. А, вот же. Все, этот не беру. Вот, нашла всю большую пачку. 1680. Вот этот мне чай нужен. Да, да, да. Все большой. Все, его взяла, нашла. Хорошо здесь. Кофе, кофе, кофе. Разное множество кофе. Здесь что? Ну, все, в принципе. Это все чаи-чаи. Разные, какие хотите. Чаеводство. Это что за кофе? Это все для кофе сиропы. Ага. Разные вкусные. Но я с сиропами не люблю кофе. Соленая карамель. Может, и вкусные. Потому что карамельный кофе я брала, мне нравился. А домашним, домочадцам моим нет. Не нравится. Это что? Капучино. Разные. Я брала карамельный. Мне нравятся. Якобс карамельный. Ну, нету что-то его сейчас почему-то. А нет, есть вот карамель Якобс, да? Вот карамель есть. Аромат у карамели. Мне почему-то нравился. Это растворимый карамель. Две триста. С карамелью. Какой-то изысканный и аутентичный. Интенсивный и ароматный. Разный, какой хотите. Смотрите, мариста. Это в зернах, наверное. Нет, молотых. Думала, в зернах. Всех приветствую. Как ваши дела? Здоровья, успехи. Как прошел ваш день? Сегодня понедельник. А понедельник, не зря говорят, день тяжелый. Поэтому он действительно для меня был какой-то суматошный. Что-то с утра как началось. И все. И вот так вот, как наступил вечер, я даже вообще сама не поняла, если честно. Надеюсь, у вас был поспокойнее. Поэтому немножко ты дома смотришь, что-то когда заканчивается, обязательно на место нужно докупить. Чтобы потом, когда кинешься готовить, вдруг этого не стало. Поэтому не подумайте, что мы обжоры, и скажите вдруг, куда она каждый день столько берет продуктов. Ну, проходимость большая. Поэтому необходимые продукты. Что-то давно не брали колбасных изделий. Это точно. Потому что иногда вообще запрещают кушать колбасные продукты. Ну, потом думаю, так, ага, уже давно не ели, можно приобрести. Ничего такого особенного не взяла. Но чек на 15997 тенге вышел. И еще отдельно сыр оплатила. Да. Отдельно сыр. Сейчас посмотрим, что же в итоге я брала. Пакет нас не интересует. Так. Это подушечки. Что? А, с индейки. Паштет. Это... Что подушечки с индейки? Это же нежный кролик. Какие подушечки? Корм. А, вот это. Этот корм мне обошелся в 1015 тенге вискос. Девочки там спрашивают, ой, не обижайте там кошек. Да никакой обижать он, она лежит там. Мне бы так полежать бы в клубочек. Свернуться на чистой подстилочке вот этой, лежать бы. У них есть свои домики. Нет, они будут ложиться именно вот на чистое белое. Но, если бы не любили, не покупали бы вискосы. Ели бы на улице, что найдут. Поэтому питаются лучше нас. Так. Субпродукт печень. Печень купила я на 800 тенге. И сердце купила. Тысячу триста пятьдесят одна, что ли. Здесь вот взяла. Давно тоже не покупала. Дочка не ест. Зять кушает. Я ем. Мама кушает. Дочка такой не ест. Поэтому приготовлю, может быть, печеночные котлеты. Давно не делала. Очень нравятся мне. Вкусность чесноком. Сами знаете. Приготовим. Не знаю, когда, но приготовим. Так. Что я сворачиваю? Этот лист. Так. Колбаса. Колбаса королевская с сыром. Такая ряба делает. Не знаю, что там, конечно, внутри. Покажу. Буду ходить вот так. Чтобы не ходить, приобретела камера. Ну, что я действительно буду ходить. И так находилась сегодня. Колбаса такая. Ну, все знают эту колбасу. Королевская. Когда пожаришь, ничего так. Нормальное. Пойдёт. Взяла какую-то краковскую мусульманскую. 1086 тенье. А вот эта колбаса, сколько она вышла? 1400. Это 1400. Это 1086 тенье. Мусульманская краковская. Колбаса. Ну, не знаю. Ну, могу попробовать. Эту знаю, а эту не пробовала. Если не понравится, уже не буду брать. Как раз пришла с работы, только кофе попила. Ничего не ела. С удовольствием съем. Прямо с удовольствием испробую, так сказать. Но не очень я, если честно, я не любитель колбас. Ой, там какой-то немножко, как есть жир. Поэтому нет, я пробовать её не буду, потому что я не съем это. Нет, не хочу. Очень я неважно отношусь к колбасам. То, что дети едят, а так не ем. Так, что ещё? По этому пробу колбасы мы отложим. Пожарить могу и покушать. Пожарю, поем. А так не буду. Не уговаривайте. Включим эту. Убрала, кстати, уже цветы. Всё, уже поднадоели цветы. Не хочу. Устала от цветов. Вот там остался тот живой. Остальные все. До свидания. Сделаем до свидания. Так, это что такое? Ага, молоко. Три желания. 425 тенге взяла. Разбавляю, знаете, уже с тем молоком. Так, сыр сливочный, полутвёрдый, 1030 тенге. Это вот такой вот сыр кусочками. Не знаю, взяла для чего. Взяла, взяла и всё. Почему-то думала, что не куплю сегодня сыр такой, который нарезать кусками. И думаю, дочка пусть на завтрак с мамой там кушают. Ну, взяла такой. Он неплохой, хороший. Это сыр, не сырный продукт. Пусть будет. Так, цену мы узнали. Ага. Так, как считал масло? Знаете, масло определяю по тому, как оно быстро тает. Было взято с морозилки. Пока я вот доехала туда-сюда, магазин здесь недалеко, оно уже подтаяло. Это хороший признак, когда масло тает. Как читавское масло, оно очень хорошее вообще, ценится. Читавское масло ценится. Я, как в этом фильме, Иван Васильевич меняет про фещу, колбасу же резал, так и я, такой у меня нож для масла. И хочу попробовать. Если вкусное, то, вы знаете, 82,5 процентов, как читавское, очень хорошее масло. Очень понравилось. Цена 500, что-то тут не видно стерто, 500 с копейками. Очень хорошее. Ммм, выпечку делать очень будет вкусно. И просто покушать. Знаете, мне нравится то, что оно тает. Это уже хороший признак. Значит, масло это, а не маргарин, знаете, будет лежать, не будет таять. Это прям все уже мягкое. Вот с морозилки было. Очень хорошее. Киттикет этот. Кошкина радость. Пусть будет. Каждый раз она даже знает, это кошка, где ее киттикет находится, на какой полке. Она будет туда смотреть и ждать. Такие наглые сейчас кошки. Ага. Взяла ягода черная смородина, 1215 тенге. Черную смородину замороженную взяла. Распробовала масло. И прям такое хорошее. Берите, как читавское масло. Хорошее очень. Кокши Тау написано. Вот такая черная смородина замороженная. Сейчас посмотрим. Это в Астажане я взяла. Короче, черная смородина. Значит, и на казахском, и на иностранном, на всех языках написано. Открою сразу. Открою сразу. Потому что сделаю варенье. Такая маленькая смородина что-то. Кислое. Но вкусовые качества остались у замороженной. Заморозили хорошо. Поэтому что сделаю? Мелкая смородина. Знаете, как дикая. А то бывает же черная, крупная. Это за сахарю. Наверное, блендером перемолю. И варенье. Не буду не кипятить ничего. Будет варенье свежемятое. Свежемятое варенье сделаем. Так. Цену назвала. 1215. Чай Пиала Голд. 1690. Что ли это? И 1630. Что-то там плохо видно. Зрение уже не важно. Здесь сколько пакетиков? 100 пакетиков. 100 пакетиков нормально. Очень удобно, быстро, когда торопишься заварить и пить. Иногда такое хотим. Так. Дальше что? Рис. Беста индийский басмати. 1 килограмм. 1356 тенге. Вот такой вот 1 килограмм риса басмати. Зачем взяла сама, не знаю. Длинный рис. Рис у меня есть, но это длинные очищенные. Вот такой, посмотрите, длинный очищенный рис. Для плова очень хорошо. Хорошо. Сделаю плов хорошим. Наверное, нет. На наурысли я же все планирую без шпармак. На наурысли я планирую без шпармак. Поэтому плов сделаем еще потом. Хороший плов. Там нарезать морковь. Хорошо все отдельно обжарить. Лук все. Лук все это. И с бараниной хочу хороший плов сделать. В тот раз брала баранину. Очень вкусная была, хорошая. Ну, вот пусть будет рис. Хорошая. В таком ведерочке очень удобно. Так. Все нам сказали риса, да? Что такое луком? Фрэш. Рис так. Сок. А вот получается вот так абрикосовый нектар. Абрикосовый нектар сок. И яблочное. Сейчас попробуем. Что за вообще сок интересный, хороший. Если вкусный, можно брать. Сейчас посмотрю. Если вкусный сок, то буду брать. Цену сейчас назову. А, 750 тингебл сок. Абрикосовый попробую. Наше, ваше здоровье. Ммм. Очень вкусный сок. Очень хороший. Очень вкусный. Вот такой вот сок. Сейчас маме налью, отнесу. Детям дам. Пусть пьют. Бутылочка хорошая, любителям таких бутылочек. Очень хорошая, кстати. Для декора даже. Можно что-то сделать. В этом цветочек поставить. Хорошие бутылочки. Вот такой вот сок. Посмотрите. Внимательно, аккуратно, не торопясь. Абрикос и яблоко. Я представляю, яблоко тоже, наверное, очень вкусное. Очень хорошее. Сейчас дам на распитие сок. Пусть пьет. Пока там ходила, взять еще что-то принес. Не знаю. Тащит он, тащу я. Короче. Так, что здесь? Мой сок попробовали. Очень хороший сок. Очень понравился. Так, сок сказала, да? Семьсот, даже тридцать пять тенге. Лапша яичная. Лапша яичная. Понравилась. Давайте сейчас скажу вам. Лапша яичная. Семьсот. Тридцать или семьсот пятьдесят. Плохо видно. Чек стер. Вот такая лапша. Большая. Производитель. Казахстан. Он ульным дерево фабрика сэр. Ага. Так. Жмурт хаки спесы. Яичная лапша. Казахстан. Даже салан сделан в Казахстане. Девятьсот грамм. Вот такая лапша. Вот такая лапша, девчата. Продается в Астаджане. Вот их много там. Этих штучек. Очень хорошая лапша. Производитель наш. Хороший. Казахстан. Много продукции хорошая производит. Очень. Сейчас очень часто встречаю казахстанскую хорошую продукцию нашу. Ну, например, если сравнивать, конечно, белорусскую сметану и нашу президент. Наша, конечно, очень вкусная. Не от того, что я вот в Казахстане живу и вот все. Нет, конечно, разница есть. Сметана хорошая. Молоко родина. Прекрасная. Даже чем зенчинка, мне родина больше нравится. Не знаю, хотя зенчинка считается тоже очень хорошим. Но из сырков чудо. Фаворит только чудо. Потому что чудо очень вкусный сырок. Очень хороший сырок. Вот взяла сегодня со скидкой. Были по 250 кинге сегодня. А так они 350, по-моему. Кокус и ваниль взяла. Так, что еще? Ну, вот вроде бы все и заканчивается. Взяла сыр сулугуни. Или брынза это? Брынза. Килограмм 4-100. Ну, здесь не знаю, насколько вышло. Вот этот кусочек почти 5 тысяч. Сейчас все недешево. Поэтому попробую, что за сулугуни. Ну, прямо такой хороший уже. Нож прямо кусочек отрезал даже. Попробую. Брынза. Ой, очень вкусная. Кто производитель, не знаю. Какой-то барон выпускает. Может, цыганский. Какой-то фирма барон называется. Может, цыганская. Мама там моет посуду. Хозяйка. Молодец. Думает, помогу. Очень вкусная. Если такой сыр увидите, наклейку, зачем сюда клеют, не знаю. Вот это меня очень раздражает от этих ценники. То возьмите такой сыр. Очень хороший. Ой, до чего вкуснительно. Это вообще не передать словами, конечно. Очень хороший. Очень понравился. Когда нравится, прям охота кушать. Это Алиса. Самый удачный из белорусских сыров. Вообще, это Алиса. Самый такой вкусный. Очень хорошая Алиса. Белоруссия, молодцы. Сыр очень вкусный. Ну, вот такой закуп. Это, значит, на 15,597. И отдельно сыр где-то 5. Ну, 21 тысяча. В общем, это вышло. Урон, ущерб. Моему бюджету составил 21 тысяча. Но ничего. Мы рождены, чтобы питаться. Если не будем питаться, где силы брать? Поэтому надо питаться по возможности разнообразно, стараться. Я научилась это делать, потому что раньше я только чётко и ясно... Нет. Чётко и ясно? Да как же мне сказали? Чётко и ясно, вроде бы. Чётко и ясно я брала только шматками мясо. А потом думаю, ну и что это? Принесёшь это мясо, всё. И денег нету. И потом думаю, нет, так не пойдёт. И салтанатка научилась правильно финансами распоряжаться. Посмотрим, что принёс зять. Зять взял кефир. Ну, цены не знаем. Взял финики. Он финикает. Видно, в прошлой жизни на пальме сидел финиковый. Уничтожает финики. Я говорю, куда ты ешь финики? Это сахар галимый. Нельзя много употреблять. А это он себе взял. Апельсины. Огурцы. Помидоры. Бананы зелёные. Закинув в шкаф, пусть спеют. И груши. Всё. Всё. Эти дни продукты мы покупать не будем. Сейчас помою всё. Все фрукты, овощи и в холодильник. Овощи мыть не буду. Так, в холодильник. Сейчас у нас есть убийцы огурцов. Они сейчас очень хорошо эти огурцы уничтожат. Пару штук сейчас точно. Поэтому пусть едят. Я сейчас что хочу приготовить, девчата? Я замешу тесто и сделаю пирог. Сегодня пирог хочу сделать с картофелем, с луком. Тесто не дрожжевое. Тесто на сливочном масле. Хорошее такое тесто сделаю. И мне напишут обязательно. Какое жирное тесто. Ой, фу. Как адекватные люди. Есть или нет? Я ей хорошие комментарии пишу. Кто это такое? Политично рассуждаешь? Слушай. Так мне обязательно напишут. Потому что скажут. Какое жирное тесто у тебя. Но я все равно его сделаю. Не любителям соды пищевой, которые говорят. Даже не погасили соду. Ой, какой кошмар. Сода пищевая. Читаете, когда? Сода пищевая. Ее можно и не гасить. Вы же не ложите полпачки. Ну что вы. В самом-то деле. Ну я прям не знаю. Но правильно. Такие люди тоже нужны. Я, может, задумываюсь потом. Но я все равно буду делать свое. Я же обезьяна по гороскопу. А, меня просят. Просят рассказать о себе. Давайте сейчас я приберусь. И походу, когда буду месить тесто, буду, наверное, рассказывать о себе. Или вы хотите, чтобы я так в кресле, там около камейна, такая села, попивала кофе и рассказывала, какая я прекрасная человек. Как хотите. Хотите так? Можно так. А может быть, да, контентик такой снимем. Давайте сегодня я вам интрижку оставлю. Не буду рассказывать, кто я. И такая о поклонниках. Тоже не буду. Оставлю интрижку. Есть ли у меня муж? Или еще поклонник. Вот я вам потом расскажу. Такая звезда, типа поклонник. Какой? Ой. Поклонник от меня убежит на второй день, скажет, да, какая-то заполошенная, что-то вечно валит, что-то ей все надо, куда-то ехать, куда-то идти. Он убежит, не выдержит. Если бы такой человек попался в моей жизни, я бы руку поцеловала ему. Клянусь. Потому что выдержать, тоже темп, вот этот вот все время что-то надо, что-то так, ага, не сидеть, это тоже, знаете, многого стоит. Это такого человека надо найти. Это золотой будет человек. Скажут, э-э-э, китча. Китча – это его уходи. Поэтому, чтобы мне так не сказали, я вот как-то существую пока так. Но если есть принц на белом коне, я вам отдам свою руку. Думаю, принц в моем возрасте уже, наверное, я думаю, коня где-то оставил. Уставшие. Поэтому сомневаюсь, что принц у меня найдете. Пусть пока все на заднем плане постоит, потом спокойно после видео. Мы влюбились в этот сыр. Очень вкусно. А наша семья, видать, в Италии раньше жила. Потому что мы сыроеды. Сыр просто у нас уходит. Мы любим сыры. Не знаю, с чем это связано. Но, честно скажу, но, честно скажу, такой сыр я давно не ела. Настолько натуральный. После вкуса прямо сливочная. Очень вкусная. И вот это кукшетал – тоже замечательное масло. Девчата, ребята. Ребята – это первый вообще буду «ребята» говорить. Не буду, девчата. Ребята, девчата. Смотрите, кефир, масло и все. Немножко пищевой соды, чуть-чуть. И соль. Все. Замесим тесто. Такое тугенькое тесто. И, знаете, на пирог – это идеально быстрый рецепт. Пока тесто постоит, отдохнет, разжигаем огонь в печи. Что делаем? Фарш готовим. Я сделаю фарш. Перекручу с луком, прям покрупнее лук. И туда, что я добавлю еще картошку по-деревенски у меня есть. И зелени. Все это тоже с добрым маслом. И пирог испечем вкусный. Сливочным маслом еще тоже натру. И страчу ту муку, которая у меня здесь в пакетиках, что не хватит еще. Так, что делаем? Возьму стакан кефира. Думаю, для теста мне хватит на один пирог, стакан кефира. Сейчас посмотрю. Стакан кефира, потому что буду низ пирога делать и верх закрывать. Могу даже, давайте так, полтора возьмем. Вот такой вот стакан, он 200 мл. Вот на него ориентируюсь. Все, значит, 250 мл кефира. Так, сюда соду, знаете, так, на кончике ножа. Соду, сода обязательно погасится в кефире. Не переживайте, которые, ай-яй-яй-яй, гасители кефира. Настроение у меня такое сегодня. Гасители кефира, не переживайте. Все будет прекрасно. Жизнь вообще сама по себе прекрасна. Зачем паниковать? Никакой паники. Как говорит Лолита, это наш последний день на Титанике. А у нас это не последний. Масло возьмем сейчас здесь, я вам сейчас скажу. Здесь сколько грамм? О-о-о, теперь буду искать, сколько грамм. Суток есть. Сколько? Давайте возьмем где-то 100 грамм масла. Здесь 400 грамм. Я вспомнила. 100 грамм масла. Какое жирное тесто сделаем. Хорошо? Даже взяла 150 грамм масла. Все. Я уже так приблизительно разделила пачку. 400 грамм. Вот так вот поделила. И все. На три. Короче, 150 грамм масла, 250 грамм кефира. Все. Одно яйцо отправим сюда. Что такое? Не хочет. Смотрите. Не хочет что-то уходить. Обязательно соли. Соли, вы знаете, я люблю много. Я положу столовую ложку соли. Все. И теперь что? Ничего не размешивая, здесь сразу добавлю муку. Все у меня, что было. А мука, что у меня была, я сейчас засыплю, чтобы не оставалось вот так по пакетикам. Этой муки, естественно, мало. Значит, у нас получается 250 мылой жидкости. Значит, что берем? 500 грамм муки. 500 грамм муки возьмем и замесим. Хорошее тесто. Сейчас буду добавлять по мере того, как масло достанете заранее с холодильника, чтобы оно у вас уже постояло. Пирог я буду делать хороший, большой, чтобы всем хватило. Маслянистое тесто, оно хорошее. Оно, знаете, настолько будет вкусное это тесто. Я всегда так делаю. Такое тесто на пироги, такое тесто на пироги я всегда делаю быстрое. Попробуйте такое сделать. Уберете в холодильник, оно у вас постоит и вообще будет великолепное. Пирог просто будет у вас чудесный. Вам руки поцелуют ваши домашние. Серьезно говорю, девчонки. Мне многие пишут, как вот смотрим и зарядом энергии. Знаете, вы делитесь зарядом энергии. Я, да, действительно. Потому что если сидеть, я бы пришла с работы, села. Все, начинает энергетика. Что ей делать энергии? Она начинает поглощать нас самих. А чтобы мы, наоборот, добровольно отдавали, надо во что-то свою энергию отдавать куда-то. Поэтому я вот так вот творю. Все, вот где-то 500 грамм муки у меня точно уже ушло. И довольно-таки порядочно тесто выходит. Тугое тесто мешло. Кефир у меня с холодильника. Масло с холодильника, но имеется в виду твердоватая, не комнатная температура. Я его заранее достала, буквально, как пришла с работы. Оно не успело подтоять. Все, вымешиваем на столе. Чуть-чуть подпылили и месим. Долго месить не надо, так как холодное тесто. Пусть лучше будет холодным остается. Вот видите, оно какое. Но когда испечете, это очень-очень великолепно будет пирог. Сейчас бы все в муке были, была реакция. Видите, какая хорошая женщина. Смотрите, ребята и девчата, замесили такое тесто, убрали в холодильник и все. И оно у вас, пожалуйста, достали. Жарить его не надо, не советую из него жарить. Только духовое. Вот все. Наипрекраснейший колобок. Его просто убираем. Пусть оно отдыхает. Смотрите, какое тесто великолепное получилось. Очень хороший баланс всего здесь. Все. Тесто убираем. Все. Убираем тесто. Прибираемся и делаем, готовим начинку. Начинка. Лук. Маслом его полью. Пожамкаю. Потом фарш туда. Картофель у меня по-деревенски. И что еще? Солю, перчу хорошо. Все. Духовку нагреваю и в духовку. Быстрый, вкусный пирог. Не позволяем лене и хандре взять на дна неверх. Нечего. Вот. Все. Смородину отправляю. И думаю, немного добавлю. Знаете, облепихи. Мама любит облепиху. И будет очень полезное варенье. Полу облепиха, полусмородина. Поэтому сделаю сейчас, пока тесто отдыхает. Быстренько сейчас такое варенье сделаю. И все. Я тоже иногда хочу прийти, лечь, отдыхать. Но потом думаю, а зачем? Ну, это наше время. И тратить его, ну, что лягу я полежу, посмотрю сотку, там, туда-сюда и все такое. А в итоге? Все равно дело-то делать надо. Пять секунд. Тем более, уставать, имея кухонные гаджеты, которые нам упрощают жизнь, это, конечно, смешно. Постоит. Сахар растает, потому что все замороженное. Сахар подтает, и будет великолепное варенье. Что-то запершило горло. Так. Мою. Все. Товарищи, пока тесто стоит. Товарищи. Ребята, друзья мои, пока тесто отдыхает, я быстренько сделаю винегрет, потому что овощи надо пустить в ход. Такая штучка, я эту люблю. Очень все она сразу надавил, и все тебе выдаст, как тебе надо. Картошка, что-то твердое. Надавил, и будет все как положено. Что-то не доварили. Как-то бессовестно. Так. Ага. Сейчас сделаю... У меня вроде бы есть консервированная фасоль в холодильнике. Сделаю с фасолью консервированной. Не буду горошек, кукурузу. Не, причем здесь кукуруза? Горошек не буду. Не хочу такую картошку. Я... Чего она такая твердая? Чует она такая? Не буду горошек. Сделаю только... Значит, фасоль хочу. Капуста квашеная есть. Свекла, морковь. Все. Вот такой винегрет. Ну, картошку, конечно, Астахжан не доварил. Девчата, варите нормально картошку. Ну что? Она твердая. Здесь я не хочу. Чем сырая картошка мне нужна? Кто вот такие штучки маленькие придумал, ну, золотой человек. Честно. Не знаю, кто придумал, но это хороший человек. По-любому. Ну, сейчас бац-бац. И представьте, пока тесто стоит, пока духовка нагревается, я быстро сейчас сделаю винегрет. Самое интересное, то, что у меня, оказывается, нет фасоли. Когда я ее... Когда это случилось? Я не помню. Я все время думала, что у меня есть фасоль. Почему? Есть у меня лобио. Вот это вот по-абхазски фасоль. Ну, наверное, ее открою, посмотрю. Ну, капуста слабосоленая, поэтому не промываю ее, потому что уже слышу. О, не промыла капусту. Слышу так. Стала такая ясновидевшая. Так, масло такое с запахом. Наливаю. Люблю, когда такое, знаете, оливковое тоже добавлю немножко. Люблю, когда пахнет и такой жирненький винегрет, а не такой вот постный. Постный не люблю. Обязательно перчу хорошо, чтобы перец прям чувствовался. Соли тоже обязательно положу. Все. Это положила, все сделала и остается только размешать. Еще не положила, знаете, что вот фасоль и не положила, лук не нарезала. Сейчас нарежу мелко лук, пока это постоит, пусть все. Итак, процесс кручения мяса я не снимала. Фарш чисто говядина. Вчера я делала, помните, шпинат с маслом, с сыром смешивала. Подумала, очень хорошо будет сюда. Сочный. Шпинат хорошая штука, я вам скажу. Поэтому масло немножко сюда налью. Сейчас все равно еще кусочки, думаю, может быть, сливочного немножко добавлю, чтобы фарш постный не был. Говядина такая, знаете, постноватая. Поэтому что делаю? Перчу обязательно. Так, перчу. Перец хорошо. Водичку наливаю для сочности. И что? Соль. Так, солю. У меня очень хорошо уже нагрелась духовка. Поэтому я работаю и могу и левой, и правой рукой работать. Поэтому для меня вообще не составляет труда замешивать что-то. Левой рукой абсолютно без разницы. Наполовину левша, наполовину правша. Так, все. Лук, кстати, перекрутила сюда, потому что, дети, если попадется там лук, будет вот это вот. Кто-то может начать выковыривать лук. Тогда, если крупно, сделаю. Так, картофель у меня по-деревенски. Его я тоже отправлю сюда. Картофель по-деревенски кусками, но это нормально. Все, тоже смешаю вот так. И все. И теперь что? Приступим к раскатке теста. Масло сюда сливочное добавлять не буду. Добавлю его потом уже кусочками на слой этого фарша. Так, лобио вот такое у меня. Помните, готовила как-то с курицей, с макаронами, с сыром сверху. Пальцы съесть можно. Задний фон не очень презентабельный, но ничего. Я, когда уже потом все сделаю, буду убираться. Вот смотрите, очень мягкое, хорошее тесто. Все, его месить ни в коем случае не надо. Один раз замесили, все, быстренько и то. Не дать теплоту руку, вот это вашу почувствовать. Можно даже убрать в холодильник. Нижнее тесто, естественно, делаем побольше, верхнее поменьше, как обычно для пирогов. Все, вот так вот. Чуть подмели его в кружочек, чтобы удобно было потом раскатывать это тоже. И все, и начинаем катать. Будем выпекать на пекарской бумаге. Все. Буду делать на весь лист, я так думаю. Вот, все. Очень замечательное тесто. Очень. Очень большой, хороший пирог получится. Большой на весь, на весь, на весь, на весь лист. Все, переложим этот пласт сюда. Вот так даже, переложим сразу. И все, он как раз подходит сюда. И будем здесь формировать его. Вот так. Более-менее квадратными его делаем. Края, все. Ага. Так. Все. Очень податливое, хорошее тесто. Пропорции все напишу. Все. Теперь что? Выкладываем фарш. Вот так руками распределяем фарш. Картошку, вот я зачем, не знаю, натворила. Конечно, я не надо было ее туда вместе мешать. Ну, извините. И на старуху бывает пророха. Так. Ну, думаю, фарш еще надо. Фарша сделала многовато. Не буду столько фарша. Выбрала картофель оттуда, вам себе работу уже сделала. Я же так люблю вот делать. И все. Все. Даже не буду масла, ничего сюда натирать кусочками, потому что и так тесто жирное, это такая жирная, такая жирная, и так, куда уже. Все. Это теперь что делаю? Второй пласт раскатываю и накрываю, накалываю вилочками, вилочками и в духовку. В духовке у меня очень уже хорошо нагрелась. Говорит, Салтанат, давай пирог сюда, что ты там возишься? Говорю, сейчас, сейчас, сейчас. Ай, момент. Все, раскатали такой пласт, накрываем. Это сюда уже можно отправить. Все, накрываем. И что? Просто защипываем края, как вы обычно делаете. Края защипываете. Давайте камеру подвину. Просто края. Вот видите, все, фарш, тут картошка. Все края вот так тяну, защипываю. Тесто очень-очень податливое, хорошее. Тесто, вот так сначала. Примите, примите, воздух выпускаем. Вот так. Вот так. А потом сформируем. В муке. В муке намочила, в муках, как мукой. И вот такие вот загогульки. Вот так вот прищипываете. Вот такие делаете прищипы. И все. Что делаю дальше? Просто вот так вот накалываю вилочкой. Вот так накалываю. И все. И вот в этом состоянии отправляем в духовку. Где-то я 200 нагрела духовку. И по мере уже буду уменьшать потом до 180 градусов. Время выпечки подскажу. Сейчас поставлю на минут 30. Так, отправила пирог на 40 минут в духовку. Мне сегодня написали, чтобы открыть, надо вот так. Понять, что ли? А вот точно! О, вы золотой человек! Кто это подсказал? Это уже... Это сработало. Почему я это не знала? Все, знаю. Этого я не знала. Смотреть, что за лобио. Можно ли его добавить в этот? Ой, это так вкусно! Лобио, конечно, это вкусно. Но я не буду его... Добавлять я его не буду. Сюда однозначно. Придется обойтись без. Но хотя, вы знаете, очень вкусно. Нет. Пусть будет. Всем назло! Здесь всего лишь томат и что-то еще добавлю. Вот представляете, что я сделаю с венегретом? Если это сейчас никто не будет кушать, меня, конечно, скажут, что это такое, что ты туда наложила? Да нет, смешалось. Пока смешалось и вижу только нормальное. Слушайте, никто даже ничего не узнает. Так как томат, ничего страшного. Он смешался с красным. И, может быть, я изобрету новый винегрет. Новый... Это я еще ею не ела. Что-то такое темное. Очень замечательный винегрет. Кошка. Нашла что-то. Кошка что-то нашла. Играет. Я бы подперчила. Это очень-очень вкусно. Очень. Прямо прелесть. Все. Больше ничего не надо. Лук не ложила. Лук обязательно положу. Все. Девочки, мальчики, видео выставляю поздно, потому что пока сама приду с работы, пока сниму контент, пока его смонтирую. Я же сама себе режиссер. Сама снимаю, сама готовлю, сама ем. Все сама. Вот. Поэтому пока все это сделаю, уже ночь у кого-то. А у кого-то нормальное время суток. Поэтому простите, вот что так выходит. Стараюсь каждый день не выкладывать. Но бывает, что пропускаю день, потому что некогда. Лобио очень вкусно. Будет хорошо с мясом. Если пожарить мясо, это и, знаете, с рисом, или с макаронами и сыром. Будет вкусно. Очень. Итак, пирог выпекался ровно 40 минут. Ровно 40 минут, как я поставила, так он и выпекался. Вот такой пирог. Сейчас я... Он и так, его можно не смазывать. Но я немножко смажу его водичкой, чтобы края все помягче стало. Смазать надо, пока он горячий. Вот только с духовки достали. Немножко вот так края водичкой прошлись немного. Можно потом накрыть его, дать постоять, а можно сразу. Это тесто, знаете, такое полупесочное. Очень хорошее, очень удобное тесто. Не жесткое, такое, знаете, хорошее. Сейчас разрежу его. Не буду ждать. Все. Помазали. Оно очень такое хорошее тесто. И сейчас ножом. Сейчас ножом для хлеба разрежу пирог и покажу. Еще горячее. Угу. Все. Давайте сейчас. Вот так вот в разрезе увидите горячий пар идет. Вот такой. Видно, не видно сейчас. Такой пирог в разрезе. Лечи не могу поднять. Испекся хорошо. Как раз пришел взять. Будем пить чай. Маме говорю, ты не спи, жди пирог. Дала ей винегрет. Она говорит, хорошо. Ну, у нас время 10. Большой кусочек она не съест, но небольшой кусочек скушаем. Видно, что очень хороший пирог. Тесто. Тесто, смотрите, тоненькое, хорошая начинка. Тесто тоненькое, хорошее. Вот такой чудесненький пирог получился. Обязательно возьмите это тесто себе на заметку. Оно вас выручит очень. В холодильнике может долго стоять. Ммм, какой фарш сочный. Ммм, может долго в холодильнике стоять. Можно пирожочки такие. Можно на любую выпечку. Очень сочный фарш. Я вас попробую. В это тесто вы влюбитесь. Я вам серьезно говорю. Я сегодня практически не кушала, не обедала, ничего толком. Поэтому сейчас налупаюсь. Всю посуду помыла, главное. Какая же это вкуснятина необъяснимая. Очень вкусно. Посмотрите, какой замечательный пирог. Внутри начинку. Посмотрите, какая чудесная. Очень-очень вкусный пирог. Готовьте с удовольствием. Не ленитесь. Лень порождает лень. Передать словами я вам не могу. Хрустящая по краям. Мягкая, нежная. Ну, просто волшебный вкус. Ну, пока я не съела этот пирог, попрощаюсь с вами. Спасибо большое, что подписываетесь. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. В углу есть такая. Нажмите ее. Подписаться. Поделитесь видео с друзьями, знакомыми. Я вам буду признательна. Большой-большой вам Рахмет Казахстанский. Огромное спасибо. Независимо от национальности, от вероисповедания. Всем благодарна. Плюкен Рахмет. Большой Рахмет вам. Желаю вам мира, добра, благополучия. И чтобы хлебосольные были. Чтобы дом ваш был полон всегда достатка. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok